Уважаемые друзья, гости портала и зрители медиаканала armtor.ru Мы продолжаем все видеорепортажи с производственных площадей Пенсия Шпурмарматуры И сегодня мы представляем вашему вниманию Участок, пожалуй, один из самых важных в арматуростроении Создание любого шарового крана или другого типа арматуры Это участок наплавок и участок сварки За нашей спиной вы можете видеть один из образцов подобного оборудования наплавочного Который производит кольцевую сварку, патрубка, катушки Но более подробно об этом участке, оборудовании И, конечно же, что происходит здесь, расскажет нам Данилов Вадим Николаевич Вадим Николаевич, здравствуйте, вам слово Здравствуйте Мы можем видеть автоматический комплекс Установку для сварки кольцевых швов под флюсом Данная установка предназначена для приварки колец переходных к узлу крана Условным проходом от 300 до 700 Швы выполняются под последующий контроль Это рентген, ультразвук и цветная дефектоскопия Данное оборудование также позволяет производить сварку сразу двух кольцевых швов И что отрадно, это установка, поставленная пензенской фирмой Промос Мы выставаем импортозамещение в действии Да, в действии, тем более, что процент брака минимальный Вадим Николаевич, а кроме этой установки, какое еще оборудование сегодня применяется на пензенском заводе ТЕЖПРО-МАРМОТУРА? Оборудование применяется различное Если говорить о сварочном оборудовании, то у нас есть установки, которые позволяют нам варить такие же кольцевые швы И швы кранов от 700 до прохода 1400, если говорить о кранах шаровых Причем там еще используется охлаждение для того, чтобы толстомерные уплотнения не испортились Также есть установка для сварки кольцевых швов узлокрана пензенской фирмы ПКТБА Которая тоже себя хорошо зарекомендовала Хорошо, мы видели, что у вас также, кроме кольцевых заготовок, приваривается у вас и горовина Также какие операции у вас сегодня происходят при приварке и только ли шаровые краны у вас варятся? Нет, варятся у нас не только шаровые краны Мы варим и шиберные задвижки, я имею ввиду фланцы, корпусные днища Привариваем на похожих машинах А какие требования сегодня выставляет заказчик, как, например, Транснефть или Газпром? Мы уже говорили об этом с вами, что они специфические по собственным стандартам ОТТ или СТО Назовите, пожалуйста, такие примеры Ну, к примеру, если брать задвижки шиберные, там также привариваются катушки Сдача происходит очень серьезно Серьезные требования предъявляются ОТТ Во-первых, это тройной метод контроля, то есть рентген, ультразвук и цветная дефектоскопия Плюс еще требования по эллипсности самих катушек Какие способы вы их промеряете? То есть у вас же тут непосредственно происходит контроль или уже непосредственно в другом месте? Ну, во-первых, как я сказал, мы делаем неразрушающий контроль Все документы предоставляются, допустим, Транснефть надзору И промеряем эллипсность в четырех точках, чтобы она не выходила за допуски Замечательно! Какие еще шаги по плану модернизации планируются у вас на сварочном предприятии? На сварочном предприятии сейчас идет уже монтаж установки для центрации катушек к корпусам задвижек Условным проходом от 300 до 1200 Замечательно! Спасибо вам большое за презентацию Напоминаем, сегодня нам рассказывал о сварочном участке и контроле качества продукции Данилов Владимирович Спасибо вам большое, дорогие друзья С вами был Игорь Юлдашев И мы ввели прямой видеорепортаж с производственной площадки Пенсия Шпурма Арматура Российском производителе шаровых кранов, шиберных задвижек и российской правоподобной армотуры До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»